Значит, органы, сохраняющие лечение, я, так сказать, постараюсь тоже покороче. Основные рекомендации, принятые ситуации о нефротрактомии с резекцией мочевого пузыря, золотой стандарт в лечении уротериальной карциномы верхних мочевых путей. Когда показано органы, сохраняющие лечение, заболевание низкого риска, высокого риска в нижней трети мочеточника, единственная почка, двухсторонний процесс, хроническая почечная недостаточность. В принципе, это абсолютные показания для применения органа, сохраняющего лечения, которые возможны в разных вариантах. Понятно, да, значит, резекция, лоханки, мочеточника с анастомозами, лапара, робота. Но у меня в основном это будет эндоскопическое лечение, возможные методики применения эндоскопического лечения органа, сохраняющего пубернатных обухолевых мочевых путей. Здесь представлены, начинали мы все с электрорезекции, потом была электровапоризация, аблация, когда был Гольми, это было хорошо, когда появился Тулей, мы поняли, что, возможно, даже лучше. Щепковое удаление опухоли, удаление опухоли корзинкой, фотодинамическое лечение как экспериментальный метод. Все эти возможные методы... Ой, нет, надо показать, сейчас. А можно еще назад? Вот, значит, ну вот здесь представлены реальные вещи, которые делались у нас в клинике, на самом деле. Значит, вот посмотрите, а лазер здесь есть, да, наверное? Ну-ка, вот смотрите, с этого мы начинали. Это уртеро-резектоскоп. 12-й планшарьер. Это вот 90-е годы прошлого века. С помощью уртеро-резектоскопа удаление попернатных опухолей. Это когда появилась электровапоризация уже. Использовали к бакбуге электрод. Хорошая методика. Я довольно часто использую ее сейчас, когда нужно убрать большую опухоль. Довольно хороший органонносящий способ. Это Гольмиевый лазер. Уже это вот то, что мы применяли там до эры появления лазера более контролируемо, который называется Тулевый лазер. Что нам нужно для того, чтобы хорошо, комфортно для нас удалять опухоль? Значит, мы должны иметь возможность использовать аппаратуру, которая обладает минимальной глубиной продиктравления в ткани, и в то же время отсутствует достаточный нагрев эрегационной жидкости. Ткани должны удаляться быстро, должны сопровождаться минимальным повреждением окружающих тканей, и мы должны быть застрахованы от возможного риска перфорации органа, когда это касается опухолей верхних мочевых путей. Всем этим обладает Тулевый лазер. Поверьте мне, это не реклама. Я, например, горд, что в России существует такая машина, которая сейчас востребована во всем мире, и за последние 15 лет я не видел ни одного медицинского оборудования, которое было бы так интересно. Это российский Тулевый лазер, который, в общем, сейчас в большинстве клиник России уже есть, и поверьте мне, это интересная машина. Значит, какие особенности лечения эндоскопического, в принципе, органа, сохраняющего уртериальное карцинол верхних мочевых путей? Ну, первоначально правильно сделать цископию, потому что пути метастазина у нее вам известны. Обычно мы используем, у нас в клинике есть такая возможность, все, так сказать, современные возможности усиления изображения, это и фортодинамическая диагностика, и узкоспектровая, и компьютерная хромоэндоскопия. Затем, первое, циология мочи, выполняется ретроградная уртеропилография. Уртеропилоскопия имеет оплюнную особенность, называется она no-touch, то есть, если это возможно, желательно ее выполнять без использования проводника страхового и с позиции областичности. Затем осмотр верхних мочевых путей тоже с помощью методик, о которых мы говорим, визуализация опухоли, удаление ее, определение границ распространения, лазерная абляция основания и дренирование. Вот показаны на таких медленных картиночках опухоль, осмотр ее в узкоспектровом режиме, забор хорошей биопсии с помощью корзитки, лазерная абляция, контроль с помощью узкоспектрового изображения. Сейчас посмотрим, как это выглядит все вживую. Что не хочет? Сюда? Вот, значит, ну, здесь представлены такие пациенты довольно своеобразные, с высокой коморбидностью, 80 лет, видите, большая опухоль лаканочного мочеточникового сегмента популярная, с помощью корзиночки нетеноловой современной, большой такой анамнез у нее, связанный с уротериальной карциновой верхних и нижних мочевых путей, хорошая биопсия выполняется, с помощью корзинки вы можете это сделать, посмотрите, я вас не обманываю, да, сейчас вы увидите, какой биопсийный материал можно получить, вы посмотрите, да, то есть явно совершенно мы здесь диагноз поставим 100%, действительно, на то, если стадию Т не поставим. Да, дальше смотрим. Аблация тульевая, аблация основания опуходи, в чем особенности? Вы дальше увидите принципиальную особенность этого лазера, это контроль уже идет через 6 месяцев. Значит, лазер проникает, на глубину, на расстояние 0,2 миллиметра, то есть вы работаете абсолютно безопасно, и выпариваете опухоль, абсолютно на глаз вы видите слизистый слой, мышечный слой, то, что вы удаляете, и это очень важно, и это возможно только с помощью этого лазера, потому что Гольми великолепный лазер, им можно работать, но Гольми ткань не рвет, проникает немножечко глубже, и опасность, конечно, там геморрагии значительно выше, а в верхних мочевых путях геморрагии, вы сами понимаете, это, в принципе, конец операции, вы ничего сделать не можете. Так, а назад нам можно? Что-то она у меня перескакивает. Значит, это операция, это, так сказать, работали вместе с Олегом Борисовичем Лораном, очень непростой пациент, очень непростой доступ, через утерокутанустому единственной почки. здесь уже другая визуализация, сейчас я вам покажу. Почему-то она не хочет у меня работать так, как я хочу. А куда направлять? Так, сейчас. Потому что интересно посмотреть, потому что разговоры разговорами, а интересно посмотреть. Вот. Вот смотрите, это уже другая визуализация, это визуализация, то была узкоспектровая уротерапилоскопия компании Олимпус, это Шторц, сейчас она раньше называлась Спайс, сейчас называется Эсэмич, как на нижних мочевых путях, так на верхних мочевых путях, улучшает пять режимов, улучшает диагностику. Олег Борисович Лоран отнес полтела, уротеракутанустома, единственная почка, и там опухоль. Он думает и считает, что это метастазирование, я считаю, что это начало вообще всей истории. У нас сейчас контроль двухлетний, безрецидивное течение, мы смотрим его каждые три месяца, очень непростой заход через уротеракутанустому, только, конечно, с помощью фиброинструментов или видеогибких инструментов. Конечно, не каждая клиника это имеет, но я считаю, что онкологи, которые имеют подобных пациентов, обязательно должны иметь подобную технику, без нее ничего не сделать. Это очень важно. Вот тульным лазером идет работа с неплохим результатом, просто я вам показываю, так сказать, как это все происходит. Значит, трансфер-ритральное лечение, это наш собственный опыт. Больных немало, срок у нас, видите, уже там 89 месяцев, средний срок наблюдения с 90-го года. По всей видимости, я не знаю, может быть, на следующем слайде, может я не убрал, уже больше больных. Мы начинали с электрохирургии, видите, опухолеспецифическая выживаемость 92%, сохранение почки 90%. Ну вот, здесь стандартные данные. Вы знаете, я по всей видимости, да, к сожалению, к большому, тот апгрейд, который я сделал, я почему-то сюда не привез. То есть, уже есть данные там 2019-го года, больных не больше. Здесь средние показатели, видите, опухолеспецифическая выживаемость так от 50% до 100% в зависимости от возможностей клиники. В принципе, с 2013-го года по 2019-й данные почти такие же, чуть больше пациентов, меньше исследований в Америке, больше исследований в Европе. Перкутанные лечения, в общем, реально у нас где-то приблизительно под 130 пациентов в трансферутральное наблюдение и по 26 пациентов чуть больше перкутанные, но что касается перкутанного наблюдения, перкутанных операций мы перестали их почти выполнять с 2009-го года, вообще нет публикаций. Только вынужденные ситуации, абсолютно вынужденные ситуации, когда необходимо принять перкутанное лечение в связи с опасностью импульсационного метастазирования в нефростомический свитч, в нефростомический ход. Ну, вот одно из наблюдений, которое привело к тому, что мы вынуждены были оперировать перкутанно. Очень сложный пациент, единственная почка, пациент онкоцентра нашего. Ничего другого выполнить нельзя, большая опухоль, 2,5 сантиметра, да. Значит, вы видите, вот из-за такого, здесь был уртероцистаностомоз, пробовали мы разными струнами, и проводниками пройти невозможно, из-за такой девиации рубцового процесса. Значит, вынуждены были применять перкутанную хирургию. Ну, не хочет. Вот, посмотрите, здесь этапы операции, видите, довольно большая опухоль. Использовали мы здесь мини-резектоскоп с постоянным промыванием. Основную часть, которая выступала в лоханку, почки удалили с помощью электрохирургии стандартной, монополярной. И вот возможности тулевого лазера, я вам сейчас покажу, чтобы вы поняли, что это такое, почему это интересно и хорошо. Значит, выпаривающая способность великолепная. Маленькие опухоли, сателитные основания были выпарены с помощью этого лазера. Биопсию мы, естественно, взяли с помощью резекции. Посмотрите, это адвентиция лоханки без перфорации. Вот ложа опухоли. Конечно, с помощью других лазеров электрохирургии сделать это невозможно. Вот сегодняшние технологии наши таковы. Ну, собственно, потом контроль всего уротеля с помощью фибронефроскопа, нефростомия. И вот наши контрольные исследования. 22 месяца МРТ, а учитывая, что чуть-чуть повышена биохимия, креатинин, то компьютер не делали уже. 22 месяца результат. Другого способа у нас контроля нет. Цитология мочи негативна. вот, собственно, там преимущества транссоутральные понятны, да? Мы не перфорируем паренхиму почки, низкие сирийские распространения опухоли за пределы. Недостатки. Гораздо худшее инструментальное обеспечение, чем перкутальная хирургия. И большая проблематичность послеоперационной иммунохимотерапии. Ну, и перкутанные, большие манипуляционные возможности, больше арсенал воздействия на опухоль. Легче работать урологу, но проблемы связаны с противоестественным доступом, с пилолифатическим возможным улификсированием, трудностью осмотра всего уротеля и так далее. Ну, собственно, все у меня по лечению эндоскопическому. Все. Спасибо. Спасибо.